Приветствую! По всей видимости, не раз уже Михаил Ефремов горько пожалел, что нанял адвоката Эльмана Пашаева представлять свои интересы в суде. Накануне многие были удивлены, что актер вдруг пропал из колонии, где он отбывает срок. Теперь стало известно, куда пропал актер из колонии и почему его везут в Москву. О смягчении наказания речь не идет, все гораздо печальнее. И в этом вновь замешан бывший адвокат знаменитости Эльман Пашаев, который ныне лишен адвокатского статуса. Накануне друг актера выразил беспокойство тем фактом, что его последнее письмо, отправленное в исправительную колонию 4, Алексеевка, пару дней назад, это письмо вернулось обратно с пометкой «Адреса ту был». Позже эту информацию подтвердил адвокат Петр Хархорин. Он рассказал, что его клиент, актер Михаил Олегович Ефремов, более не содержится в исправительной колонии 4 Белгородской области. Позже выяснилось, что ночью актеры эпатировали в Москву, а затем стали известные причины. И они, увы, не внушают оптимизма. Артиста доставили в Москву вовсе не для подачи апелляции, как сообщали отдельные источники, а по двум новым поводам, которые могут увеличить срок заключения артиста, устроившего смертельное ДТП. Михаила Олеговича везут на очную ставку с тремя лже-свидетелями, которые заявляли, что Ефремова не было за рулем в момент аварии. Об этом сообщает телеграм-канал «Курятник». По словам источника, свидетели были проплачены Эльманом Пашаевым. Причем, когда юрист понял, что ему самому может грозить срок, он тут же заявил, что Ефремов заставил его подкупить свидетелей. Это утверждение у следящих за судьбой знаменитости вызывает сомнения. Ведь до того, как Пашаев появился в жизни Ефремова, он признавал свою вину, пытался помочь семье погибшего курьера. Но юрист построил линию защиты на полном отказе признания его подзащитным своей вины. Любопытно, что Ефремов отнюдь не экономил на своей защите. Пашаеву он заплатил весьма круглую сумму. К слову, получение гонорара в 11 миллионов рублей Эльман Пашаев отрицает о том, что юрист навязал услуги актеру, пообещав ему за эту сумму добиться мягкого наказания, если вообще не полного оправдания. Об этом сообщало агентство ТАСС со ссылкой на источник в окружении актера. Более того, Пашаев сам вышел на Ефремова. Артист, услышав перспективы, воодушевился и уже на следующем судебном заседании шокировал полным изменением показаний. Он стал отрицать свою вину в смертельной аварии, уверяя, что водителем был кто-то другой. «Я могу путать», — говорил он в зале суда. «Я на сто процентов говорить не буду, но, может быть, на восемьдесят. Я склоняюсь к тому, что сидел на пассажирском сидении», — говорил Ефремов. Эти показания в итоге и повлияли на судьбу артиста весьма негативно. Ведь то, что Михаил Олегович повел себя так, как повел, возмутило общественность, отдалило и настроило на негатив, и многих коллег артиста, и его поклонников. Ну а далее Пашаев пригласил свидетелей, которые с пеной у рта заявляли, что за рулем Ефремова не было. Более того, его привезли на другой машине. Судебное дело, по мнению многих друзей, коллег и поклонников актера, превратилось в фарс. Тем не менее, от услуг юриста Ефремов отказался далеко не сразу. Даже когда его дело было рассмотрено, а приговор огорошил всех своей строгостью, актер не стал винить уже бывшего адвоката. Правда, о работе юриста он высказался не лучшим образом. Именно после этого процесса Пашаева в третий раз лишили адвокатского статуса. Если бы была другая линия защиты, то, возможно, все было бы иначе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова